Бытие 9.20 Мы дошли теперь до конца повествования о праведнике Ноя. Поэтому прошу напрягите ум и тщательно внимайте тому, что говорится. И от сегодняшнего чтения можно получить немалую и не незначительную пользу, потому что все, случившееся с древними мужами, если только мы захотим быть внимательными, может доставить нам величайшее назидание. Для того и описаны не только добродетели святых, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали. Мало этого, Божественное Писание показывает тебе, что и праведники часто падали, и грешники являли великое исправление, чтобы от того и другого мы получали достаточное вразумление, чтобы стоящий в добре не предавался беспечности, видя, что и праведники падали, и пребывающего в грехах не отчаивался, зная, как многие грешники раскаялись и успели достигнуть самой высокой степени добродетели. Итак, прошу, никто не гордись, хотя бы и сознавал за собой много добрых дел, но будь осторожен и внимай увещанию блаженного апостола, который говорит, «Поэтому, кто думает, он же стоит, берегись, чтобы не пасть». 1 Коринфян 10, 12 «И не шедший до самой глубины зол, не отчаивайся в своем спасении, но помышляя о неизреченном человеколюбии Божием, внимай также Богу, говорящему через пророка. Разве падающий не может встать? И в другом месте не хочу смерти грешника, чтобы он обратился и жив был». Видишь, возлюбленный, что каждое обстоятельство, описанное в Божественном Писании, предано памяти не для чего другого, как только для нашей пользы и для спасения рода человеческого. Иеремия 8, 4, Иезекииля 18, 23 «Помышляя об этом, каждый из нас пусть извлекает оттуда приличное для себя врачевство». Вот почему оно и предлагается всем беспрепятственно. И всякий желающий может извлекать из него свойственное удручающее его страсти врачевство и получать скорое исцеление, только бы не отвергал селительного врачевства, но принимал с признательностью. Действительно, из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного, ни душевного, ни телесного, который не мог бы получить врачевство из Писания. Так, например, приходит ли кто сюда удручаемый печальными обстоятельствами житейскими, от которых он предается унынию, пришедший и тотчас услышав слова пророка, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, спасителя моего и Бога моего». Псалом 41.6 Он получит достаточное утешение и уходит отсюда, совершенно свободный от уныния. Другой скорбит и печалится, будучи обременяем крайней бедностью и видит, как другие окружены богатством, пышностью и великолепием. Но и он слышит опять слова того же пророка. «Возложи на Господа заботу твою, и Он поддержит тебя». И еще. «Не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава дома его, ибо когда он умрет, то ничего не возьмет с собой». Иной унывает, претерпевая от других оскорбления и клеветы, и считает жизнь свою невыносимую, потому что не может ниоткуда получить человеческой помощи. Но и этот научается тем же блаженным пророкам не прибегать в подобных обстоятельствах к человеческой помощи, слыша слова его. «Они оболгали меня, но я молился. Видишь, где он ищет помощи? Другие, говорят, строят козни, клеветы и наветы, а я прибегаю к несокрушимой стене, к благонадежному якорю, к безмятежной пристани, к молитве, посредством которой все трудное для меня делается легким и удобным. Иной опять терпит пренебрежение и презрение от тех, которые прежде угождали ему, оставляется друзьями. И это крайне огорчает и возмущает душу его. Но и он, если захочет прийти сюда, услышит слова того же блаженного Давида. «Друзья мои и искренне мои отступили от язвы моей и встали вдали». Псалом 37, 12, 13 «Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляет всякий день козни. Видишь ли, враги Давида простирали козни свои до самой смерти и объявили ему непрерывную войну». Слова «весь день» означает то же, что во всю жизнь. Что же делал Давид, когда они строили такие козни против него? «А я, как глухой, не слышу и как немой, не открываю уст твоих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Видишь великую силу любомудрия, как он побеждал врагов противными средствами. Враги строили козни, а он заграждал и слух свой, чтобы вовсе и не слышать. Те ни на минуту не переставали изощрять язык и говорить на праслину и лезть, а он молчанием укращал их неистовство. Почему же он так вел себя? Почему в то время, когда враги столько ухитрялись против него, он поступал так, как будто был глух и безгласен, не имел ни слуха, ни языка? Послушай, какую он сам представляет причину такого любомудрия. Птих 26. «Ибо я на Тебя, Господи, уповаю. Так как я, говорит, на Тебя возложил всю надежду, то нисколько не заботюсь о том, что делают враги эти. Твоя сила может растеть все, уничтожить все их козни и хитрости, и не попустить замыслом их прийти в исполнение». 297. «Видите, как можно здесь в Писании получить врачество, соответственное каждому несчастью, постигающему человеческую природу, отринув всякую скорбь житейскую, и не сокрушаться ни от каких обстоятельств. Поэтому прошу вас, чаще приходите сюда, внимательно слушайте чтение Божественного Писания, и не только, когда бываете здесь, но и дома, берите в руки священные книги и с усердием извлекайте из них пользу для себя». Велика действительно польза, которая от них происходит. Во-первых, от чтений их образуется язык, потом и душа окрыляется и делается возвышенную, будучи озаряема светом солнца правды, освобождаясь в это самое время чтения от нечистоты порочных помыслов и наслаждаясь великим миром и спокойствием. Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильную, твердую и мудрою, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, так сказать, на самое небо. Не будем же, прошу, не родить о такой пользе, но станем и дома заниматься внимательным чтением Божественного Писания. И пришедши сюда, в церковь, не тратить время на пустые, бесполезные разговоры, но для чего пришли, на то и обращать все наше внимание. И слушать читаемое, чтобы выйти отсюда с каким-нибудь приобретением. Если же вы, пришедши сюда, будете проводить время в неуместных и пустых разговорах и возвращаться домой без всякого приобретения, то, что польза от этого. Не странно ли будет, что тогда, как приходящее на житейское торжище старается принести оттуда домой все, что только можно получить на этом торжище, хотя и страты и денег, приходящее сюда на это духовное торжище не станут употреблять всех усилий, чтобы возвратиться отсюда, получив что-нибудь полезное, и сложив это в свою душу, особенно когда для этого не нужно тратить и деньги, а следует только показать усердие и душевную готовность. И так, чтобы нам не быть хуже посещающих житейские торжища, постараемся выказывать великую заботливость и неусыпную внимательность, чтобы выходить нам отсюда с запасом, которого было бы достаточно не только для нас самих, но и для снабжения других, чтобы могли мы исправлять и жену, и рабов, и соседей, и друга, и даже врага. А таково духовное учение, что оно предлагается всем вообще и без всякого различия. Разве только кто превзойдет ближнего напряженной внимательности и пламенным усердием. Итак, если такова польза от предлагаемого здесь учения, то изъясним сегодняшнее чтение, извлекшее из него пользу. Возвратимся таким образом домой. Бытие 10.20. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Смотри, какую пользу может доставить нам самое начало этого чтения. В самом деле, когда услышим, что муж праведный, совершенный, получивший небесное себе свидетельство, испил вина и упился, то как же мы, погрязнувшие в столь многих и различных грехах, не постараемся со всем усилием избегать гибельного пьянства. Ведь не одинаковая вина в том, что этот праведник подвергся этому пороку, и что мы впадаем в него же. Есть много обстоятельств, которые делает его праведника достойным извинения. Говорю это, впрочем, не за счет пьянства, но для объяснения, что праведник согрешил не по невоздержанию, но по неведению, и что он не вдруг дошел до употребления вина, слушай, как само Писание говорит об этом, и защищает его следующими словами. «И начал мой возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел». Это самое выражение «начал» уже показывает, что он положил начало употреблению вина, и подвергся опьянению по совершенному неведению, и по незнанию меры употребления вина. Кроме того, можно сказать и то, что он, чувство великую скорбь, хотел получить от того утешение, как говорит и премудрый. «Дайте хикеру погибающему и вино огорченному душой» притча 31.6, показывая этим, что ничто не может быть столь полезным врачевством против печали, как употребление вина, только бы неумеренность не уничтожила происходящие от него пользы. А что этот праведник находился в печали и унынии, видя себя в такой пустыне и имея перед своими глазами поверженные трупы и людей, и скотов, и зверей, и землю, здесь садиловавшись общим для всех гробом, кто будет спорить против этого? Пророкам и всем праведникам свойственно скорбеть не только о близких к ним, но и о прочих людях. Кто захочет припомнить, тот найдет, что все не оказывали такое сострадание? Так он услышит, что Исаия говорит, не усиливайтесь утешать меня в разорении о дочери народа моего. 22.4. Иремия, кто даст голове моей воду и отча моим источник слез? 9.11. Изекииль, о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля? 9.8. Что Даниил плачет и говорит, ничтожными сделал нас у всех народов? Амос, раскаялся о сём Господь? 7.3. Аввакум, для чего даёшь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие и в другом месте? Оставляешь людей, как рыб морских? 1.3.14. Он услышит так же, что и самый блаженный Моисей говорит, если не оставишь им грех, то и меня изгладь из книги жизни. Он же, когда Бог обещал сделать его властителем многочисленнейшего народа и сказал, оставь меня, я истреблю этих людей и от тебя произведу народ великий. Не согласился и на это, но захотел лучше остаться вождём евреев. И учитель вселенной блаженный Павел говорит, молился я, чтобы самому быть отлучёнными от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Римлянам 9.3. Видите, как каждый из праведников показывал великое сострадание к ближним. Представьте же себе положение этого праведника Ноя и судите, сколько он должен был страдать и удручаться скорбью, смотря на такую безмерную пустыню, видя как та самая земля, которая прежде покрыта была столь многими растениями и украшалась цветами, вдруг была как бы острижена и сделалась обнажённой и пустынной. Итак, когда его обременяла великая скорбь, он, желая доставить себе хотя малое утешение, обращается к земледелию, как и говорит Писание, и начал Ной возделывать землю и насадил виноградник. Но здесь уместно спросить, теперь ли только он изобрёт это растение виноград, или оно произведено было ещё в самом начале. Надо бы надумать, что оно сотворено ещё в самом начале, шестой день, когда увидел Бог всё, что он сотворил, и вот хорошо весьма, так как Бог сказал и почил в день седьмой от всех дел своих, которые сотворил. Только не было известно употребление этого растения. Если бы это растение и плод его были известны людям в самом начале, то, конечно, и Авель, принося жертву, возливал бы и вино. Но так как тогда ещё не знали употребление этого плода, то и не пользовались этим растением. А Ной, предавшись искусству земледелия, занимающимся великим усердием, может быть, вкусил и плода виноградного, выжал грозы и сделал вино, употребил его. Но так как он и сам не вкушал его прежде, и никого другого не видал вкушавшим, то не знал, в какой мере надобно употреблять и как принимать его, по неведению и впал в опьянение. С другой стороны, так как уже введено было между людьми употребление мяса, то следовало ввести и употребление вина. Смотри же, возлюбленный, как мир мало-помалу устрояется, и каждый, повложенный Богом в природу его премудрости, делается ещё вначале изобретателем какого-либо искусства, и таким образом вводится в жизнь искусственное изобретение. Так, один изобрёл земледелие, другой после него пастушество, иной скотоводство, иной музыку, иной искусство ковать меч, а этот праведник изобрёл искусство возделывать виноград по внушению врождённой ему мудрости. И начало, говорит, писание, ной возделывать землю насадил виноград. Смотри, как это врачество против скорби и пособия к поддержанию здоровья, когда приступило за пределы умеренности, по неведению, не только не принесло ной никакой пользы, но и повредило его состоянию. Но может быть кто-нибудь скажет, для чего же это растение, производящее столько зла, введённое в употребление между людьми? Не говори, возлюбленный, так необдуманно. Не растение зло, и не вино худо, но злоупотребление им. А что не от вина происходят гибельные пороки, но от развращённой воли, и что происходящее от вина пользу уничтожает неумеренность, это показывает те писания, когда говорит о начале употребления вина уже после потопа, дабы ты знал, что природа человеческая ещё прежде употребления вина дошла до крайнего развращения и совершила великое множество грехов, когда ещё и вино не было известно. И так, виде употребления вина, не вину приписывай всё зло, но воля развращённой и уклонившейся к нечестию. С другой стороны, по мысли человека о том, на какое употребление сделалось полезным вино и вострепещи, при его помощи совершается благодатное таинство нашего спасения. Посвящённое знает, о чём я говорю. И сказано, начал мой возделывать землю насадил виноградник и выпил он вина и опьянел и лежал обнажённым в шатре своём. Дурное возлюбленное дело пьянства. Оно может притупить чувства и помрачить разум. Человека разумного и получившего владычество над всем оно делает как бы мёртвым и бездейственным и заставляет лежать как бы связанного какими неразрешимыми узами или лучше сказать делает его хуже и мёртвого. В самом деле последний бывает равный бездейственный по отношению к добру и по отношению к злу. А первый по отношению к добру бездейственен, но по отношению к злу более прежнего деятелен и становится предметом посмеяния для всех для жены, для детей и для самих рабов. Друзья видя унижения его закрываются и стыдятся, а враги радуются, смеются и ругаются над ним, как бы так говоря. Неужели он достоин дышать воздухом? Называют его скотиной, нечистым животным и другими еще презреннейшими именами. И точно, пьяные бывают хуже людей, возвращающихся с войны, у которых руки обогрены кровью и которые тянутся беспорядочной толпою. Этих, может быть, иные еще прославляют за трофеи, за победы, за раны и поражение врагов, но тех все презирают, называют несчастными и желают им бесчисленных зол. В самом деле, может ли быть, что несчастнее человека, преданного пьянству, каждый день наполняющего себя вином и теряющего рассудок, потому-то премудрый и дает такое наставление. Видел ли ты человека, что необходимо для жизни его более всего это вода, хлеб, одежда и дом, прикрывающий наготу? Серахов 29, 24. Чтобы, если случится кому впасть в опьянение, такой не выходил из дому и не показывался никому, но был укрываем своими домашними и не сделался предметом посмеяния и презрения для всех, и начал, сказано, мой человек возделывать землю и насадил виноградник. 302. Название упоения возлюбленной в священном писании не всегда означает опьянение, но и насыщение, потому и об этом праведнике может сказать, что не по невоздержанию он впал в упоение, но случилось это с ним от насыщения. Так Давид говорит, и упиваются оттука дома своего, то есть насытятся. Между тем предающийся пьянцу никогда не чувствует сытости, но чем более вливает в себя вина, тем более разжигается жажды, так что употребление вина служит у них к увеличению жажды. И хотя чувство удовольствия у них уже пропадает, но жажда к вину, сделавшись неутолимой, повергает в самую бездну опьянения этих пленников пьянства. И насадил в расписании виноград. Заметь, это случилось с ним не где-нибудь вне, но в своем доме. Священное Писание для того и означало, что это случилось в доме своем, чтобы из последующего ты усмотрел крайность нечестия того, кто открыл наготу Ноя. Выпил вина и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана наготу отца своего и вышед рассказал двум братьям своим. Если бы были еще и другие люди, он, может быть, и им открыл бы срамоту отца. Таково было злонравие этого сына. Поэтому тогда бы ты знал, что он уже прежде и с самой ранней поры был развращен душою. Писание не сказало просто, что видел хам наготу отца своего. Но как? Видел хам отец Ханаана. Для чего, скажи мне, оно и здесь упоминает об имени его сына? Для того, чтобы ты знал, что он был человек походливый и невоздержанный и по той же развращенной воле, по которой он не воздержался от деторождения при таких обстоятельствах во время потопа и теперь оскорбил родителя и вышел вон рассказал двум братьям своим. Заметь здесь, возлюбленный, что начало греха лежит не в природе, но в душевном расположении и в свободной воле. Вот ведь все сыновья Ноева одной и той же природы и братья между собой имели одного отца, родились от одной матери, воспитаны были с одинаковой заботливостью и, несмотря на то, обнаружили неодинаковое расположение. Один уклонился к злу, а другие оказали отцу своему должное почтение. Он, может быть, рассказывая о случившемся, еще и издевался и насмехался над посрамлением отца, не внимая премудрому, который говорит «Не огорчай отца твоего», Серахов 3.12. Но братья его не так поступили. А как? Сим же и Офет взяли одежду, положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Видишь ли скромность этих сыновей? Тот разгласил, а они не хотят даже и видеть, но идут с обращенным назад лицом, чтобы подошедший ближе прикрыть наготу отца. Смотри, так же, как они при великой скромности были еще кротки. Они не упрекают и не поражают брата, но услышав рассказ его, об одном только заботятся, как бы скорее исправить случившееся и сделать, что требовалось для чести родителей. Велика почтительность этих сыновей к отцу своему. Они, как показывает Писание, не только прикрыли наготу отца, но не хотели и видеть ее. Разумимся же этими двумя примерами, и из того и другого извлечем для себя пользу. Последним Симу и Хаму будем подражать, а от подражания первому Хаму воздержимся. Если в самом деле открывший чувственно наготу подверг себя проклятие и лишившись одинаковой с братьями части, осужден служить им, хотя не он сам, так все потомки его, то чему подвергнутся те, которые обнаруживают грехи братьев и не только не прикрывают их, но стараются еще сделать более известными и через это размножают грехи. Ведь когда ты обнаружишь грех брата, то не только его сделаешь может быть более бесстыдным и нерасположенным к возвращению на путь добродетели, но и тех, кто будет слушать тебя, более укоренишь в безобеспечности и расположишь к упорству возле. Мало этого, ты подашь повод и к хуле на Бога. А какое наказание ожидает подающих повод к этому греху всякому известно. Будем же, прошу, избегать бесстыдства хамова, а станем подражать целомудрию этих скромных сыновей, которые они обнаруживали в отношении к наготе отца. И таким образом будем прикрывать грехи братьев, не для того, чтобы располагать их к неродению, но чтобы напротив этим сильнее побудить их к скорейшему освобождению от заразы греховной и возвращению на путь добродетели. Действительно для человека внимательного, неимение свидетелей грехов его облегчает исправление. Напротив, когда душа потеряет стыд и увидит, что ее преступления известны всем, то нескоро решится исправиться, но как бы упав в глубокое болото и увлекаясь множеством волн, все ниже и ниже, будет уже не в состоянии всплыть наверх, впадет наконец в отчаяние и потеряет надежду на исправление. Триста четыре. Поэтому прошу, не будем ни сами открывать прегрешения наших ближних, ни когда узнаем об них от других, домогать и увидеть наготу их, но подобно упомянутым добрым сыновьям прикроем ее и постараемся исправить падшую душу вещаниями и советами, напоминая ей о величии человеколюбия Божия, о беспредельной благости и безмерном милосердии его, чтобы нам удостоиться большего, нежели те сыновья ноя благословения от Бога всяческих, который всем человеком желает спастись и прийти в разум истины и не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. И наготы отца своего сказано не видели. Смотри, как они в такое древнее время, руководствуясь только естественным законом, исполнили уже то, что после установлено в законе, писанном для научения рода человеческого. Закон говорит все отца твою и мать твою, чтобы было тебе благо. И еще злословящий отца твою и мать своей смертью умрет. А они это самое уже исполнили на деле. Видишь, как природа еще раньше закона имеет достаточного учителя добродетели. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Проспался сказано. Пусть слышат проводящие все время в пиршествах, сколь велик вред от упоения и пусть бегут от этой заразы. Ной проспался от вина своего. Что значит, что мы обыкновенно говорим объяснующихся, когда они приходят в себя. Именно что такое-то очувствовался и освободился от власти демона, тоже и здесь сказал описание. Действительно, пьянство есть своевольный демон, который хуже настоящего демона помрачает ум и отнимает у одержимого им всякую скромность. В виде бесноватого мы часто жалеем об нем, соболезнуем и обнаруживаем к нему глубокое сострадание, но при виде пьяного поступаем напротив, негодуем, сердимся, произносим тысячу укоризм. Почему и за что? Потому что одержимый злым демоном, что не делает, делает невольно. Бьется ли он, рвет ли одежду или произносит какие-либо странные слова, все это ему прощается, но пьяный, что не сделает, ни в чем не заслуживает извинения, напротив, и домашние, и друзья, и соседи, и все строго осуждают его, потому что он сам по своей воле дошел до этого несчастного положения, сам предал себя во власть пьянству. И это говорю не с тем, чтобы осудить праведника. Много было обстоятельств, которые оправдывают его, и между прочим, то, что после он уже не впадал в подобное состояние, а это служит несомненным доказательством, что и прежнее прегрешение он допустил не по беспечности, а по неведению. В самом деле, если бы он допустил это по беспечности, то, конечно, и в другой раз увлекся бы той же страстью, но этого с ним уже не случилось. Если бы он еще раз впал в то же состояние, Писание не умолчало бы об этом, но сообщило бы нам, потому что единственный предмет и единственная цель Божественного Писания состоит в том, чтобы не опускать ни одного события в жизни праведников, но сообщать нам истинное понятие обо всем. Оно не умалчивает и о добродетелях праведников по зависти и не прикрывает их при грешении по пристрастию, но все представляет нам на вид, чтобы мы видели перед собой образец и урок. Если когда по беспечности впадем в какой-либо грех, то что береглись, как бы опять не сделать того же греха. Не так ведь преступно грешить, как закосневать во грехе. Итак, смотри не на то, что праведник Ной упился, но на то, что он более уже не подвергался этому. А вот о чем подумай, как иные ежедневно истощают себя и почти можно сказать умирают в пьянстве. Если когда придут в чувства, то и тогда не убегают от этой заразы, но опять принимаются за то же, как бы за какое важное дело, подумающие о том, что этот праведник, если по неопытности, по незнанию меры употребления испивший вина и упился, то как праведник, имевший много своими добродетелями случайные прегрешения, а мы, если при множестве других, обладающих нами страстей, будем еще предаваться пьянству, в чем, скажи мне, найдем себе извинения. Кто окажет нам снисхождение, когда мы невразумляемся и самим опытом? Проспался, сказано, от вина Ной, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Откуда он узнал это? Может быть, братья рассказали, не с тем, чтобы обвинить брата, но чтобы объяснить дело, как оно происходило, дабы хам получил соответственность своей болезни и узнал, сказано, Ной, что сделал над ним меньший сын его. Что значит узнал? То есть, сколь великий и непростительный грех хам сделал. В самом деле, подумай, что он как увидел внутри дома срамоту отца, вместо того, чтобы прикрыть ее, вышедший из дома разгласил об ней, подверг отца сколько мог по смеянию и по руганию, хотел и братья сделать сообщниками своего гнусного поступка. И тогда, как следовало ему, если уже он решился объявить братьям, позвать их в дом и там сказать им о наготе отца, он вышел вон и объявил о наготе его так, что если бы случилось тут множество других людей, он и их сделал бы свидетелями срамоты отца. Вот почему сказано, что сделал, то есть нанес оскорбление отцу, забыл о почтении, какое дети обязаны воздавать родителям, обнаружил при грешении отца, хотел и братьев увлечь и сделать сообщниками своей дерзости. Что сделал, сказано, младший, сам, конечно, не был самым младшим, он был второй и старше яхета, но если он и был старше его по возрасту, зато по душе оказался моложе и дерзость поставила его ниже брата младшего, так как он не хотел остаться в своих пределах, то и потерял честь, предоставленную ему природою. И как он злой своей воле потерял, то, что имел от природы, так и афет, чего не имел от природы, то приобрел доброй волей. 306. Видишь, как в Божественном Писании нет ничего, что было бы сказано без цели и случайно. И сказал, проклят ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Вот мы дошли до вопроса, который везде повторяется. От многих можно слышать следующие слова. Почему это, когда отец согрешил и открыл наготу, подвергается проклятию сын? Так, прошу, со вниманием выслушайте и примите от меня разрешение этого вопроса. Я скажу то, что внушил мне благодать Божия для вашей пользы. И сказал, проклят ханаан, он будет раб рабов у братьев своих. Ни без цели ни напрасно упомянуло писание о сыне хама, но по некоторой сокровенной причине. Ноя хотел и наказать хама за его преступление, нанесенное ему оскорбление, и вместе не нарушить благословение данного уже Богом. Благословил сказано Бог Ноя и сынов его, когда они вышли из Ковчега И так, чтобы не показалось, что он проклинает того, кто уже получил благословение от Бога, Ной оставляет пока самого оскорбителя и налагает проклятие на его сына. Правда, скажет и Ной, из этого видно, что Ной потому не проклял хама, что этот получил благословение от Бога. Но почему за грех отца подвергается наказание сын? И это не без причины. В самом деле, хам не меньше сына как часто отцы готовы бывает вытерпеть наказание за детей своих, и как для них гораздо мучительнее видеть детей страдающими, нежели самим страдать. И так сделано это, то есть вместо хама наказан сын его, для того, чтобы и отец по естественной любви к сыну потерпел тихчайший скорбь, и благословение Божие осталось ненарушимым, и сын подвергся проклятию понес наказание за собственные грехи, потому что хотя он теперь подвергается проклятию за грех отца, но вероятно был наказан и за собственные грехи. Он подвергся проклятию не только за грех отца, но без сомнений для того, чтобы в нем сыне отец понес тем большее наказание, что нет, из-за детей, ни дети из отцов не подвергаются наказанию, но каждый наказывается за свои грехи. Об этом говорят пророки во многих местах, так, например, они говорят «Евшим кислый виноград, а зубы у детей получили оскомину» Иеремия 31, 29, еще «Душа согрешающая та умрет» 18, 20, и еще «Да не умрут отцы за сыновей и сыновья за отцов» Таразакония 24, 16, и так прошу, «Никто из вас, не зная цели Божественного Писания, не дерзай порицать написанного в нем, но с благодарностью принимай слова его, удивляйся точности Божественного Писания и размышляй о том, какое великое зло грех». Вот в самом деле брата, рожденного одной и той же матерью, происшедшего из одной и той же утробы, грех сделал рабом и, лишив свободы, привел в подчинение. Отсюда-то началось рабство. До того времени между людьми не было такой изнеженности и такой роскоши, чтобы один нуждался в услужении других, но каждый служил сам себе, все были в равной чести и не было никакого неравенства. А как явился грех, то и нарушил свободу и уничижил достоинство, дарованное людям от природы, и ввел рабство, дабы это было постоянным уроком и внушением роду человеческому. Убегать рабство греха и стремиться к свободе добродетели. Поэтому если раб и господин хотят постоянно получать от этого пользу, то пусть раб помышляет о том, что он сделался рабом, потому что хам оказал ему дерзость. А господин со своей стороны пусть представляет, что подчинение и рабство произошли ни от чего другого, как от того, что он же хам обнаружил злую волю и лишился равной с братьями чести. Впрочем, если мы будем внимательны, то все это появившееся в жизни за грехи наших прародителей нисколько не сможет повредить нам, а останется одним только названием. Так первый человек за преступление подвергся осуждению смерти и положил начало жизни в печалях и трудах, а хам ввел рабство. Но пришедший на землю Господи Иисус Христос сделал, что все это будет только одним названием. Если мы захотим того. В самом деле и теперь уже смерть не смерть, но только носит название смерти, а лучше сказать и самое название ее уничтожено. Мы уже не называем ее и смертью, но с покоением и сном. Так сам Христос сказал, друг наш Лазарь уснул. И Павел в послании к священникийцам говорит, не хочу вас брать и оставить в неведе об умерших, об усопших. Подобным образом и рабство теперь одно имя. Раб тот, кто делает грех. А что Христос, пришедший на землю, уничтожил это рабство и оставил одно такое имя его, или лучше сказать, уничтожил и самое имя его, об этом послушай Павла, который говорит. «Имущий верных господ, да они не родят о них, потому что они братья». 1 Тимофея 6.2 «Видишь, когда бродетель лишь только явилась, то и привела в братское сродство тех, которые до то ли связаны были именем рабства. И будет сказано Ханаан раб рабов братьев своих. Ты не воспользовался, говорит, по надлежащему чести, не вынес счастья, быть равным по достоинству с братьями, потому хочу, чтобы ты вразумился подчинением». То же случилось и вначале с женою, и она имела равную честь с мужем, но так как нехорошо воспользовалась здорованной ей честью, то и лишилась власти и услышала к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Ты не умела, говорит, хорошо пользоваться властью, так научись лучше хорошо повиноваться, нежели худо управлять. Подобным образом и хам теперь подвергается осуждению для своего вразумления и терпит наказание в своем сыне, дабы известно было тебе, что если сам он был уже и стар, зато наказание перейдет на его сына, а это сделало жизнь его скорбной и мучительную от мысли, что и после его смерти сын его должен нести наказание за его проступок. Впрочем, и сын его был сам по себе порочен, и все потомки его были развращены и уклонились к нечестию. Об этом послушай, что говорит Писание с проклятием из Икиля 16.3 Отец твой Аммарей и мать твоя християнка и в другом месте сукаризны племя Ханаана неуды Данила 13.56 Но узнав какому наказанию подвергся открывши наготу отца, надо уже выслушать и то, каких наград удостаивается оказавший такое уважение и почтение к отцу. Потом сказал Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Это может быть скажет, кто не значит благословить Сима. Напротив, здесь Ной преподал ему самое высокое благословение. В самом деле, когда Бог прославляется и благословляется людьми, тогда он обыкновенно подает обильнейшее благословение свое тем, ради которых сам благословляется. Поэтому Ной, благословивший Бога, как бы обязал его к большему благословению и приобрел ему большее воздаяние, нежели когда бы он сам от себя благословил его. Как в том случае, когда Бог за нас благословляется, он удостаивает нас великого своего благословения. Так, напротив, когда другие за нас хулят его, тогда мы подвергаемся тем большему осуждению за то, что подали повод к этому. Постараемся же, прошу, жить так и являть такое приспияние в добродетели, чтобы взирающие на нас возносили Господу Богу песни благословения. Он благое человека любивый, желает прославляться через нас не потому, чтобы сам получил от того какое-либо приращение собственной славы. Он не имеет ни в чем недостатка, но для того, чтобы подавали ему случай удостаивать нас больших милостей. Благословен Господь Бог Симов, а Ханан будет рабом ему. Видишь, как он, Ной, налагает на Хама отеческое наказание, которое скорее есть в разумлении, нежели наказание. Он был ведь отец, и отец вся до любивый, и хотел не столько наложить достойное наказание, сколько пресечь дальнейшее распространение зла. Для того, говорит, я осуждаю тебя на рабство, чтобы ты имел постоянное и неизгладимое напоминание о своих грехах. Далее говорит, да распространит Бог Иофета и доселится он в шатрах Симов Хана Анжа будет рабом ему. И это опять есть величайшее благословение, в котором может быть заключается некоторое прикровенное сокровище. Да, распространит Бог Иофета. Не ошибется, кто скажет, что благословение этого праведника суть пророчества. В самом деле, если отец его дал ему такое имя, но и не без всякой цели, и не напрасно, но чтобы этим именем превозвестить будущий потоп, то тем более сам этот праведник не без цели и не напрасно изрек свои благословения. посредством этих благословений, изреченных Симу Иофету, он, кажется, мне предвозвестил призвание двух народов, именно через Сима иудеев, так как от него произошел патриарх Авраам и народ иудейский, а через Иофета призвание язычников. Так вот, какое предсказание заключается в этом благословении. Это и в самом деле, как мы видим, исполнилось над язычниками словами да распространит он указал на всех язычников, а словами да селиться в шатрах Симовых дал разуметь, что язычники воспользовались всем, что было предназначено и уготовано для иудеев. И да будет Ханаан рабом ему. 310. Видишь, какие награды получили Сим и Иофета за свою скромность, и какое бесчестье навлек на себя Хаам своей дерзостью. Будем же постоянно содержать это в нашем уме, чтобы могли мы быть подражателями и ревнителями первых, избегать злой воли и крайней дерзости последнего. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Не подумай, будто Божественное Писание заметил это без цели. Но и отсюда усматривай воздержание праведника, как он, хотя и наслаждался спокойствием, изобилием, и прожил еще столько лет по выходе из Ковчега, однако во все это время воздерживался от деторождения. Писание не упоминает, чтобы он имел еще других детей, кроме этих троих. Из этого опять заключай о великом невоздержании Хама, который не вразумлялся и примером отца, показавшего такое воздержание, но поступал во всем противно отцу. Потому и справедливо все потомство его осуждалось на рабство, чтобы этим обуздывались его злые наклонности. Затем Божественное Писание повествует о детях сыновей Ноевых и говорит Хам родил Хуса 10.6 Хуш Мицраима Фуд и Ханаан. Некоторые говорят, что слова пред Господом значит против Господа Хуш родил также Немрода сей начал быть силен на земле. Но я не думаю, что Божественное Писание хотело выразить это, но то, что Немрод был человек сильный и мужественный выражение пред Господом Богом может еще означать или то, что этот человек был воздвигнут Богом, от него получил благословение, или то, что через него должен был прославлять Бог произвед, заявивший на земле такого мужа. Но этот человек, подражая своему прародителю и непонадлежащему воспользовавшись естественными преимуществами, изобрел другой род рабства и сам замыслил сделать начальником и властителем, а таким он не был бы, если бы не было подвластных. Впрочем, это состояние подчиненных кажется мне скорее свободою. А вот самое тяжкое рабство, когда хвалящиеся свободою раболепствуют. Смотри еще, что делает любостяжание, смотри, как телесная сила не остается в собственных пределах, но всегда гонится за большим и ищет славы. Не в рот подчинил себе людей, не для того, чтобы заботиться о их безопасности, нет. Он строил еще и города для того, чтобы господствовать над врагами. Их 11. Из всей земли вышел Ассур и построил Неневию. И заметь здесь, между прочим, что нечестие предков не расстраивает вовсе нашу природу. Вот эти неневитяне, которые своим покаянием заслужили милосердие Божие, отклонили, произнесенные на них приговор Господа, имели прародителям сперва Хама, этого оскорбителя своего отца, а потом неврода человека жестокого и гордого, от которого произошел Ассур. Может быть, между ними были и другие, изнеженные, состолюбивые люди, провождавшие жизнь порочную и невоздержанную и преданные пьянству, смехотворству, шуткам и насмешкам. Но так как неневитяне захотели показать искреннее раскаяние, то нечестие предков и не повредило им. Напротив, они приобрели такое благоволение свыше, что даже до ныне прославляется за свой подвиг покаяния. Итак, им-то будем мы подражать, зная, что ни пороки предков не повредят нам, если только мы захотим быть внимательными, ни добродетели предков не принесут нам никакой пользы, если мы сами не будем беспечны, употребим все старания о добродетели и покажем во всем добрую волю, чтобы нам получить то же благословение, какое получили Сим и Афет, и избавить от проклятий и рабства, которым подвергся Ханаан, чтобы не быть нам рабами греха, но приобрести истинную свободу и достигнуть неизреченных благ богодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.